всем привет меня зовут владимир мельников я снимаю видео и свой канал на ютубе частности про материаловедение сегодняшняя тема смазочные материалы но прежде чем начать основную часть данном видео хотелось бы сказать пару слов от себя я считаю что данный раздел очень интересен и в то же время очень важно потому что смазочный материал в автомобиле ну что 1 в первую очередь приходит на ум это правильно масло а где и в первую очередь в двигателе потом идет в коробке кпп то есть коробка переменных передач и так далее вот сегодня я только расскажу все какую-то малую часть я считаю что на этом стоит заострить внимание поэтому я в будущем буду снимать еще видео на эту тему так сказать поподробнее ну перейдем к основную часть данного видео моторные масла обладают высокой температурной стойкостью мощная способность стабильная вязкость моторные масла подразделяются на бензиновые дизельные и трансмиссионы а тут есть небольшая оговорочка вот в тех книгах которые пишут про масло и они в целых не пишут бензиновые пишут какой там карбюратор который уже морально уже выжил карбюратор уже скажем так уже пора уйти в учебнике по истории поэтому я таскать маленько осовременил это понятие ну продолжим обозначение рабочего масла включает себя букву вообще букв очень много но мы я в качестве примера взяла моторные масла буква м это моторные цифры характеризуют кинематическую вязкость например 10 а а прописные буквы от а до е обозначают принадлежность к группе масел по эксплуатационным свойствам масло группы а выпускается без присадок что такие что такое присадка что такие пересадки в целом я буду рассказывать в будущем буква b это 6 процентная присадка буква в соответственно 8 процентов букву g14 d16 есть выше 16 процентов содержащий присадки индекс один не пишется для бензиновых двигателей второй индекс для дизельных двигателей вот скажем тема конечно маленькая но это была свежка это малая часть будущем я планирую еще сделать видео на эту тему и практику в том числе я считаю что такую информацию в одном видео все равно не уместить ну то что я хотел сказать сегодня я уже сказал остальным будет будущем поэтому подписывайтесь на мой канал пишите комментарии если есть у кого-то какие-то вопросы я почитаю у что проанализирую и буду знать в будущем также пишите ставьте колокольчик чтобы не пропустить мои новые видео с каждым разом я буду делать все больше и интереснее также подписывайтесь пожалуйста на мои социальные сети я лично этом буду очень рад ну а на этом все всем спасибо и до новых встреч